Блин, жизнь бьет ключом и все по голове. В нашем случае это, наверное, такая ситуация. Трудновато, когда только два человека одел 500 миллиардов миллионов триллионов. Вот обычно у семей есть какие-то бабушки, дедушки, дедушки, гумушки. Что-то все кто-то суетится, что-то помогает, особенно когда кто-то беременный. Что-то с беременными носят, с какими-то вкусняшками кормят. И я. Я пожизненная какая-то лошадь. Беременная, я больная, я здоровая. Я как кобыла какая-то, реально. Я замечаю за собой, что вообще в отношении меня не действуют никакие эти... оправдательные меры. Никто надо мной не суетится, никто надо мной ничего. Я... Я всегда все и всем. Я не понимаю, почему человек из жизни кормит справедливо. На зиму что-то заготовить надо, с огородом управляться надо, работать надо, с ребенком надо, подготовиться к рождению ребенка надо. Вот сейчас едем в Адлер, смотреть одну коляску. На Авито ее нашла. Ну, может понравится, может нет. Я особо так не разбираюсь, сейчас там и внешность смотрела. Вот. Что еще могу сказать? Вот были на рынке сейчас овощей, купили как раз сезон. У нас там есть фермерский такой рыночек. Привозят хорошего качества, по доступным ценам. Так вот, если в городе искать, оно, конечно, намного дороже будет. У нас сегодня небольшая такая закупочка была. Дыник. Этот сорт прям очень вкусный. Она медовая, сахарная. Сейчас будем ее дегустировать. Обожтись мне они по 20 рублей за килограмм. Не знаю. Для Сочи это дешево. Я у нас в розницу дешевле 50-60. Вот этот сорт не видела. Два часа дня. А мы уехали из дома в 7. И вот это все пожаре, пожаре. Дела такое платье неудачное. Видно вам или нет. Ну, вот такой крючок. Сарафан. О, купила его отжим-магазин. Такой красивый принт, цветочный, летний. Я думала, блин, ну так хорошо у него будет. Ну, такая вот разлетайка. Блин, как будто пакет на себя натянула. Настолько в нем жарко. Все тело под тканью как будто обтянуто пленкой. Я не знаю. Надо глянуть, из чего оно сделано. Носить его невозможно летом. Как, блин, еще такие вещи. Абсолютно не дышащие. Куда и вообще в нем ходить тогда в таком случае. Это же сарафан. Летние принты. Тоже мне подставили. Буду писать петицию. Путина, да. Охрен, он продает летние вещи, которые невозможно носить за бешеные деньги. Ну, не бешеные, а там, конечно, масс-маркет, но все равно он даже затоит деньги. Я вот их потратила, и что, мне его выкинуть? Я осенью же не буду ходить в принтах с папоротниками зелеными. И лямки слетают. Первая тарелочка инжира в этом году. Будет сейчас дожидаться Лавруша. Он у нас сейчас спит в обед. Проснется, будет с удовольствием поглощать всю эту красотищу. Инжир поспевает не одновременно весь, а партиями. Вот первые собрала немножко. Теперь буду следить. Каждые несколько дней, там, 3-4 дня приходить за новой партией. Вот такое вот деревце у меня. Надеюсь, что сейчас решим вопрос с коляской. Специально я рассматривала новую, искала по Авито. Ну, во-первых, я уже мать с опытом, и я уже не кидаюсь на амбразуру. И с первым ребенком, попробовав разные виды колясок, я такая доверчивая. И так верю в рекламу. А когда видишь коляску, которая поплала в эксплуатации, ведь люди некоторые просто чуть-чуть эксплуатируют, а потом продают. Сразу видно все проблемные места модели. И вот даже если сейчас, я, допустим, посмотрю, эту модель, она мне понравится, но она окажется прям такая потрепанная, я буду уже знать, даже если захочу новую купить, что, ну, вот где ее слабые места. Ну, и плюс, если там уже что-то сломалось, то оно сломалось. А если оно сих пор не сломалось, то и не сломается. Второй критерий. Не поддерживать вот эти бешеные продажи бессмысленных товаров. Ну, в том плане, что вещь же хорошая, ее чуть-чуть попользовали, она практически новая. Зачем производить еще одну вещь, если можно допользовать эту вещь? Куда потом это все девать? Этот рынок перенасыщен, товаров слишком много. Зачем и куда это все? Ну, то есть я с таким расчетом практичным, что если вещь в хорошем состоянии, лучше дать и повторный цикл использования, нежели затрачивать новый материал, ресурсы и так далее, чтобы производить еще одну вещь, точно такую же. Ни для кого не секрет, что у нас мусора и товаров гораздо больше, чем мы это можем даже обработать как-то. Третий момент, это, конечно, экономия. Вот та коляска, которую я сейчас смотрела, я ради интереса загуглила, сколько она стоит новая, там под 50 тысяч. 50 тысяч за коляску! Это же вообще! Мне она, ну да, она понравилась внешне. Эти деньги можно вложить там в дом или еще во что-то такое прям, ну, довольно крупное, а не за пару колес и кусков пластика. И это как бы не потому, что мне жалко денег, да, на 50 тысяч на коляску. Нет, мне жалко денег, мне жалко их пускать так бессмысленно. Можно потратить, можно ребенку эти деньги положить на счет, можно потратить на оздоровление, можно потратить на, там, качественные продукты, можно потратить на кучу всего. Но я, как бы, склоняюсь на то, чтобы больше вкладываться в образование. Откладывать и потом ребенка заниматься его образованием. Вот это нормальная трата, а не за вещь. Ребенку, по сути, вообще будет все равно. Это коляска для мамы покупается. Когда я уставшая, несу такую бессвязную берет, наверное. Ну да ладно. Думаю, кто понял, тот понял. Пасмурно на улице. Наверное, к дождю. Редактор субтитров А.Семкин